Мы сейчас пишем и снимаем на телефон Кстати, всем привет Огромный Мы сейчас находимся на трассе Рига-Лепая Едем на легковой машине И это видос выходит на канале Где обычно видосы с грузовыми машинами выходят Но у нас легковая тачка Потому что поездка все-таки связана с работой Мы едем в Кале во Францию По просьбе организации, которая отвечает за Евротуннель Под Ла-Маншем железнодорожной Они какой-то там социальный проект делают Видео снимают про этот туннель И попросили меня туда приехать и сняться На все согласились Поэтому я сейчас пилю на легковушке Не на своей личной, а на машинной компании Еду на паром в Лепую Из Лепой мы пойдем в Германию И из Германии уже по автобанам пойдем на Кале Даже будем ночевать в гостиницах Потому что в Гольфе в этом спальных мест нету И палатка мы тоже никакой с собой не взяли В палатке нельзя никак разница спать Потому что их нет И это не Калифорния модель Вообще не Калифорния далеко Слушай, там светит, так мне в глаза светит Я дорогу уже потерял Все, когда, короче, солнце взойдет Солнце, ты когда взойдешься? Вот тогда я, короче, опять вам что-нибудь расскажу Мы добрались до порта в городе Лепая Даже уже зачекинились Сказали, что в 5 утра так, конечно, не запускать на паром Ну, как бы не то, что простройство Ну, так, уже вообще заплетается язык Ничего не могу нормально сказать Еда не включена в цену билета Потому что я думал, что на грузовике шел бы еда была Уже включена, чтобы дождь Ну, поэтому придется покупать там 4 раза покушать Это там сколько-то, 35 и 38 евро, сказали на кассе Денок Итератор, как тебе? Сплю Так как-то не видно, что здесь много людей Кажется, что паром будет полупустой У нас, я по билетам посмотрел 4-х местную каюту Очень надеюсь, что никого не подсилят Паром пойдет 26 часов Прибытие только в пятницу в 9 утра А паром этот грузовой, не круизный Там, короче, из развлечений будет только каюта и постель Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всем привет! Ну, пока Паша у нас ездит на легковой машине Мы продолжаем работать в штатном режиме на грузовой В этот раз со мной в качестве напарника гражданин Узбекистана Его зовут Кудаяр Немного предыстории Это один из моих стажеров Стажировался он со мной в начале этого года И так сложилось, что ему надо было уехать домой для оформления каких-то документов И в этот момент началась пандемия И так как не было ни авиасообщения, ни вообще, в принципе, никакого сообщения из Узбекистана И были закрыты внешние и внутренние даже границы в Евросоюзе Человек долгое время находился дома Тот процесс обучения, то, что он изучал на теоретических занятиях То, что он впитывал в себя во время практики, когда стажировался со мной Немного подзабыл Образовались провалы За такой промежуток времени, в принципе, это нормально И когда он сейчас в августе приехал Его вызвали вновь на собеседование Проверили уровень знаний Отдел квалификации Сказал, что не все так плохо Но эти темные пятна, их надо восстановить И ему на данный момент очень сильно повезло То, что у меня, как рейсового инструктора, как таковой работы нет Потому что все же школа в компании Крейс еще не работает Вот, я его взял в качестве напарника с собой Решил ему помочь, восстановить все эти знания Он поехал со мной снова в рейс В данной ситуации гораздо проще Потому что он более уже раскованно себя чувствует Он знает, с кем он едет Он знает, какое отношение у меня, как учителя, к своему ученику Он себя чувствует раскованно, скажем так И готов, готов заново впитывать и воспринимать ту информацию Которая у нас непосредственно в работе Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прикольно, без потери времени Достаточно высокой скорости Тем более на легковой тачке Времени, правда, потратили время Дофига, пока там ползали по этим аутлетам А денег потратили 15 евро только, да? Ничего не купили, это можно сказать Покушали А после времена жопа была Была пробка, была авария Единица стояла Реально километров 20 пробка И мы там очень дофига времени потеряли Я планировал, что мы в 4 будем в Antwerpen уже Потому что у нас будет достаточное количество времени Для того, чтобы погулять по городу А сейчас уже 6 часов вечера И до Antwerpen еще 170 километров До самой гостишки Гостишка в битве навигацию И это в лучшем случае 2 часа Как ты вообще, любимая, не настроена на прогулке? Я вот боялся, что будет такой блог В который у меня еду с женой своей И жена просто тупо отмалчивается в камеру Ладно, я ее попытаюсь Я ее пытаюсь обязательно разговорить И говорю, и... Почему? Нет Джамка-то больше не сделала Мы тебя приготовим И тогда она разговорится Расскажет вам интересные какие-нибудь истории Из жизни улиток Или как добываются устрицы во Франции Да как добиваются Устрицы их надо добиваться То есть ты приходишь брать устрицу Она такая, нет, я короче не пойду с тобой Ее надо... Да, и закрылась Ее надо добиваться тогда И когда вот ты ее добился Только после этого она открывается И когда она открывается Ты можешь делать с устрицей все, что захочешь Так что обязательно смотрите Всегда серьезная, актуальная, свежая И полезная информация Жаль, что не будем проезжать под аэропортом Так бы я показал аэропорт Под которым идет автобан Стоящее знамя плит Которые вырабатывают энергию Для того, чтобы заряжался воздух И даже в условиях высокогорного воздуха Амстердамского самолета Тратили меньше усилий для того, чтобы взлететь 48-я пробка вот за 3 минуты Пока едем Госпогода тоже не фартит Дождь, 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 дождь Отличается Германия И в принципе Голландия Под другим ракурсом Когда ее видишь не с грузовика, а с легковой И когда едешь на легковушке Оно как-то все по-другому Скорости выше И километры как-то быстрее пролетают И уже такие вот привычные какие-то расстояния Ориентируют Все какие-то чуйки Они сбиты Потому что привык на фурии тут ползать И уже знаешь Ага, типа от этого съезда до этого съезда час А на легковухе за 20 минут доезжаешь Ну, я, конечно, шучу Не за 20, за 22 Если хотите спать Включайте Мои видосы Убаюкаю Вас на сон Во время бессонницы Так что сладких вам снов По Гермашке почти везде Без ограничений для легковых Нужно газовать Только Бременская Бунда Бременская с земля Там в районе Бремена Там ограничения 130 для легковых А так, в принципе, везде Нужно утопить Там, где трафик позволяет это делать Трафик в Германии плотный, конечно, очень Поэтому А пить Прямо так сильно не получается А в Галашке уже ограничения По банам в Галашке можно 130 варить Но бан, по которому мы идем С 6 вечера до 7 Ой, с 6 утра до 7 вечера Соточка только А в ночное время 120 После того, как в Германии там шли 18-20 км в час Здесь Как-то кажется, как будто по пробкам плетемся Хотя едем 100-120 Девушки отдыхают Ну, а сейчас мы находимся в Нидерландах Утро у нас начинается после 40-часового отдыха Есть небольшой косяк Кудаяр проспал Хотя его просил о том, что он должен контролировать свое время Должен знать, когда у нас и во сколько выгрузка И если он находится за рулем То он должен знать, во сколько мы должны выехать За сколько должны выехать Чтобы вовремя приехать и, скажем так, не накосячить Но не получилось у него накосячить Он проспал Благо за всем этим временем я контролирую Конечно же, я его, скажем так Ай-яй-яй, не так нехорошо Но я думаю, что в ближайшее время он исправится Это не сильный большой косяк До выгрузки у нас осталось совсем ничего Там порядка 30 км В Голландии сейчас такое туманное утро Делина над полями Завораживающе это все смотрится Но мы едем на выбор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы приехали к месту выгрузки Худояр отнес документы На ресепшн получил номер Здесь есть табло, на котором этот номер высвязится И укажет, на какой рампе нам надо разгружаться Ну а пока есть у нас немного времени Можно приготовить завтрак Легкий кашку Потому что с утра перед выездом у нас не получилось позавтракать Кто-то у нас просто проспал Кто был за это ответственный Не будем показывать пальцем на этого человека Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас такой случай Отдыхая я смотрю какое-то кино Худояр куда-то вышел Тут возвращается и спрашивает А есть у нас шампура? Я такой сначала не понял В смысле шампура? Ты говоришь что? Шашульк там собирался уже где-то готовить без меня Но нет, говорит Там такая ситуация Молодая пара вышла из машины, из кемпера Ребенок там остался, захлопнул дверь И там истерика и все такое И надо было открыть Мы взяли свое приспособление Точнее худояр взял Пошел помогать У нас есть такая линейка металлическая Которой мы меряем Уровень топлива в рефрижераторе В баке рефрижератора Ее можно было как-то просунуть через стекло Попробовать ей открыть Он пошел Я как бы тоже решил не оставаться в стороне Пошел вместе с ним Пришли мы туда Там действительно собралось вокруг много людей Мама, мама этого маленького Маленькой девочки Которая закрылась в машине Там у нее уже чуть ли не истерика Пройдя некоторые мучения Все же получилось открыть дверь Люди там прям благодарили спасителя своего Мама сразу со слезами там начала обнимать свою девочку Ну это понятно, испуг и все такое Ребята, никогда не оставайтесь в стороне Когда кто-то попал в беду Потому что Ну земля круглая Сегодня ты кому-то помог Завтра тебе кто-то поможет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok